Примерно то, что я сказала, что, действительно, не зная языка, не зная контекста, выбор театра — это, конечно, не они сами делают, а это вот наша совместная работа. И, с другой стороны, зная театру МОСТа, и зная их театр, мне показалось, что это могло быть интересно и дать какой-то интересный результат. А с другой стороны, действительно, вы правы, то есть хочется посмотреть раз, да? И поэтому вот тот опыт, который был, работа с одной стороны со студентами с молодыми, а с другой стороны уже с молодыми, но тем не менее уже с оперы, которые имеют определенную школу, это очень интересно, и несмотря на то, что не знаешь языка, для этого есть люди, которые здесь делают свою работу, переводчики. А вот такие связи и такие проекты, они, наверное, и работают на то, чтобы строить Европу. Такой вопрос. А вот эти связи, они могут как-то привести к тому, например, что вот наши театры поедут во Францию? Может быть, даже с тем же самым спектаклем, который уже поставил французский режиссер? Это не поставлены здесь спектаклем. Это их спектакль, который адаптирован просто... И первый также был, да, который в театре? А вот сейчас они могут говорить о совместных постановках. Ну-скорбот. Ну-скорбот. То есть, это же самое. Я же сказал просто, что это не была же с øтубом штатой, что это была только с пузом штатой, или с сетей, и, как с пузом. Ну-скорбот. Ну-скорбот. Я думаю, что у вас есть группы, которые будут приходить в фестивале Европейского Гренобина, я думаю, что это будет сделать. Да, 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 да. Я знаю, что есть, там, да, 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 да. Я думаю, что это совершенно возможно, да, собственно, это и делать. Участвуют российские труппы в фестивалях за рубежом и, в частности, вот сейчас на Европейский молодежный фестиваль в Гренобле едет труппа из Пельми молодежная, это любительские труппы. Другое дело, что может быть недостаточно, и в частности потому, что многим кажется, что театр основан на тексте, и поэтому вот разница в языках — это барьер. Я так не считаю, мне кажется, что наоборот очень интересно работать, в том числе вместе с переводчиком, находить правильное действие и создавать вот то, что вы посмотрите. То есть вот я тебе, вот это я как бы от себя говорю, но вот это такая уникальная работа, которая немного желается, потому что мне приходилось переводить для фестиваля театральные суртитры. Это не самый лучший способ восприятия текста, а здесь в этом смысле очень интересно, когда уязычный был. Можно еще последний вопрос? Вот если не касаться языкового этого барьера, в чем разница в работе режиссера с французскими актерами и с русскими? Так, в том числе, что, в том числе, эта дефиренция лингвистская, есть ли у вас есть отличная работа в работе с французскими актерами и с русскими актерами? Так что мне нравится, мне нужно быть более точным. Формулировки установок, формулировки своих желаний, потому что, я говорю, наверное, и тебе так же, когда ты переводишь, потому что есть, опять же, вот разная культура, и нужно преодолеть не только языковой барьер, а вот это культурный барьер. Но при этом особых трудностей не возникает, это именно более структулезная и более изучная работа. То есть школа Станиславского, она и в Франции, известна. То есть школа Станиславского, она и в Франции, она и в Франции. Да, конечно, но и в Франции. Вы видите, это спектакль, который на переглёстке трёх культур, это африканская культура, потому что текст изначально написан на основе сказок разных народов мира, но прежде всего африканских. Это французская культура, и сейчас не найдутся русские. Спасибо большое. Спасибо большое. Не будем вас задерживать.